Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Матерь. И сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень простой зеркальной глазури, которую можно покрывать тортой. И для этого вначале, желатин заливаем от общей массы молоком и всё перемешиваем ложечкой. Молоко должно быть не горячее. Сахар добавляем в какао и перемешиваем венчиком до однородного состояния. Ну вот, как только всё перемешали, вливаем молоко в сухую смесь. И продолжаем перемешивать венчиком до однородного состояния. Вот смесь готова, затем ставим ковшик на огонь, выливаем глазурь. Сначала ставим огонь на высокий, потом убавляем до среднего, как только пошёл пар. Увариваем глазурь в течении 7-8 минут. Очень важно постоянно мешать венчиком, чтобы глазурь не прилипла к одну ковшика. В течении всего процесса уваривания глазури. Ну вот, 7 минут уваривания у нас прошло, затем в горячую глазурь добавляем набухший желатин и всё перемешиваем венчиком. Горячую глазурь я перелил в отдельную чашку и с этой чашки и для удобства поливаю торт этой глазурью. Обратите внимание, какая зеркальная, глянцевая глазурь. Видно даже отражение кухни. Вот такая вот глазурь. Эта глазурь уже после холодильника, после того, как она остыла. Обязательно, как только вы покрыли торт этой глазурью, сразу убирайте его в холодильник, либо в морозильник, примерно на 5-10 минут. Вот видите, какая зеркальная, красивая глазурь. Видно полностью отражение кухни, видно и меня. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Спасибо за ваши лайки, за подписки. Это лучшая поддержка канала и до новых встреч. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что я покажу, как можно подать эту же глазурь, в виде пудинга. Кстати, этот пудинг будет диетический, потому что в этой глазури нету масла. Субтитры сделал DimaTorzok